так господа ну на нельчик пришла привычная погода пока вот покажу тут мы жилье будут немножко бардак в ряду творческий процесс происходит а погода собственно вот вот так вот у нас сегодня у нас 10 августа вот такая погода евро тут выкопал нору улету где-то яма как теперь проходить то есть это вот за часть ночи а народ сидит бутылки на хане чекской погоды пойдем в гости к пацанам загорательный чуть не загорает реально какие-то птицы птицы я думаю можно и с ума сошли вроде как смотрите что делается офигеть из до у них у танца под пологом там у арабей какой-то что творится что творится день чужого я закрыл дверь и включив карман не покинул подвес дочь вернется из школы сама и сама что-нибудь поезд я пошел вдоль воды улыбаясь как будто выиграл счастливый билет знаешь ольга если бы я был танцором я станцевал бы для тебя минуэль как хорошо что в городе много воды при желании можно ступу толочь а я все стап давал свои башмаки и не заметил как спустилась ночь но ларьки слава богу работают и ночью и я встал чтобы купить сигарет знаешь ольга если бы я был танцором я станцевал бы для тебя минуэль а когда кончится день я хотел бы найти тебя здесь под цветным одеялом если кончатся краски значит буду писать тебя мелом на стенах домов если кончатся песни значит будешь читать тебе прозу если ты будешь не против если ты все еще будешь внезапно кончилась ночь и господь включил свет этот свет резанул мне глаза я крикнул свету привет а в ответ разорвалась гроза и вода смывала с меня пулепот и усталость прожитых лет знаешь ольга если бы я был танцором я станцевал бы для тебя минуэль а когда кончится день я хотел бы найти тебя здесь под цветным одеялом если кончатся краски значит буду писать тебя мелом на стенах домов если кончатся песни значит буду читать тебя прозу если ты будешь не против если ты все еще будешь и и тяжелый денек что у нас еще поймаем долгие годы тренировок птиц снимаешь этот конфуз ну 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 Продолжение следует... А ну теперь говори, рассказывай, кто срал в ботинке, а? Жопа нахлая. Попался? Дай мне там мой телефон. Сейчас он... Ты вот зря его, сейчас он нам всем наваляет тут. Э, дерзкий зверь. На гитару не срать. Ого! Нет, драсьте. Да вылетай ниже ты! Болтус. Развлекуха. А я, кажется, не снимал. Офигеть. Спустившись в базу, у меня был план, возможно, если ребята отдохнуть, сделать еще одну попытку восхождения на Хан. Но Алекс принял решение улететь домой и попробовать гору на следующий год. Немножко увеличив количество дней отдыха, если даст погода. Мы проводили Алекса на вертолет и у нас оставался план попытки восхождения на Победу. Прогноз, как обычно, в это время не давал сильно больших перспектив. У нас оставалось всего пять дней до закрытия окна. Соответственно, мы приняли план, что должны идти примерно набора километров в день для того, чтобы успеть до вашей Пшавеллы и, возможно, до вершины и спуститься назад до прихода фронта с сильными ветрами. Вышли в тройки я, Юра и Осель. По пути Юра развернулся, ушел в базу. Мы с Осель продолжили движение в первый лагерь. По пути встретили Диму Павленко, который с группой развернулся назад. И таким образом мы остались, в принципе, одной двойкой на горе. Рано утром вышли на ледопад и, когда пролезли в первую вероточную часть, мы поняли, что количество снега не дает нам двигаться с нужной скоростью. Вован на гладильной доске катается. Надо ехать, сейчас все. Три, два, один. Бил пацан. И нет пацана. Зарылся, не загрузил в жопу. Мне кажется, очень хорошо загрузил сейчас. Чувство перед отлетом. Чувство, что надо вернуться. И это правильно. Интервью перед вылетом. Обязательно надо вернуться и доделать. Ищи! Погожай! Погожай! Конечно, в дни отдыха я пробовал говорить Алекса, остаться и сделать вторую попытку восхождения на Хан. Но у нас оставалось не так много дней отдыха. И Алекса беспокоился, что он просто не успеет после первой попытки восстановиться. Поэтому принял решение попробовать гору на следующий год. И важный момент, что, конечно, и Нельчек, да, и Тяньшань, он славится своими небольшими погодными окнами. И периодически приходится корректировать восхождение. То есть у нас не всегда есть возможность сделать три дня отдыха. Там четыре, даже иногда двух не получается. Потому что приходит фронт, и нужно принимать решение идти на гору, либо, да, просидеть больше дней отдыха, но попасть как раз в плохую погоду и тем самым решить попытки восхождения. Это всегда баланс, всегда выбор, всегда тактика. Конечно, было немного грустно отправлять Алекса домой без вершины Хантенгри. Всегда хочется, чтобы ребята достигали вершин, достигали своих целей. И мы, на самом деле, любая команда всегда очень привыкает друг к другу. Очень комфортный коллектив у нас сформировался. И всегда как-то немного печально, когда уже заканчивается программа, либо в середине восхождения, да, там, с кем-то прощаться. Ну, ничего, я надеюсь, мы в этом году еще раз приедем на Нильчек и постараемся все-таки зайти на вершину Хантенгри. Вот, а теперь немножко видео со склонов Победы. Ну, еще трехи экшена. Вот, как-то так. Трещинки, но они забиты. Не все. Поэтому туда валить надо. Вот, как-то. А, выбирай. Где-то есть дыры. Прошу, не дыр. Вот. Вот, например, вот. Да, ехал. Верни мне, что ли, вот. Дыры. О, ай, давай сюда. Ну, такие, господа, в пути на Победу препятствия. Веска, ну, трапешку мы уже вам говорили. Вот, по колену и выше. Вон. А сель там в углу. А сель по вашей ручкой. Вот. Вот такая жесть. Надо сейчас туда лезть. Так, ну, в общем, вот. Прямо поведение. Вот, как-то так. Так, ну, в общем, вот. Перед поворотом на седло решили попасть назад. На Победы. Бо, снега. До хрена. Мокрое. Идем медленно. В общем, это вон, ребро Балакова. В общем, как-то так. Ну, вот, вот, желтая веревка. Спуск, с которого там сейчас вылетел один из кусочков станции. Ну, и зеленый дюльфер был прямо. Мы его повернули туда, в сторону. Ну, и там два-три пича пешком. Так, ну, один пич пройден вертикальный. Вот его, кстати, пришлось вешать. Дальше сейчас попробуем как-то. Намазь вот так. А то одной рукой страшненько. Один день из жизни снаряжения. Вот так сделаю. Ну, как вы понимаете, можно по пути. Простите, что я вам буду рассказать? Как мы дошли до вот этого всего? А как дошли? А просто а не хер делать? Знаете, в городе мне скучно. Все эти временные развлечения неинтересные. Меня как-то не бодрят. А тут хоп, обосрался пару раз. И вообще, и жизнь как-то прям. Там, теплые краны, всякие там души, да, и всякое то, что нам было слое. Оно становится очень ценным. Так, теперь сейчас как бы так вот мы поставим. Теперь там отстраховочка фирмы Петель. Встаньте. Подтягиваем себя. Еще. Фух. Так, Диме карабин надо вернуть по всему. Сейчас будем что-то мутить. Мутить, что мы можем. Надо застраховаться. Застраховаться мы можем вот эти вопросы. Сейчас. Делаем эту. Мутарамула. Сейчас, извините, на меня тут цепить. Мутарамула. Чтобы узла хватило. Ну, ладно. Это не совсем он. Тут должна быть контролька. Поэтому мы это дело еще подстрахуем карабин. нам. О. А как мы будем Диме возвращать самострахованьку? Сейчас мы вам покажем. Дима Павленко старался, вешал это все. А мы, дармоеды, ленивые, только пользуемся, приходим всем. Поберем, забираем карабин, ему потом принесем. И вот его вешаем. вот. И, кстати, петелька что-то как-то так. Петелька. Ага. Вот так, проденем. И вот узелочек просто ввяжем что нам надо. можем и в этом кстати тоже в два. Продеваем назад в Балакович. Ой. Василь психует. Эй, простите. Так. Продеваем в Балакович. Балакович подтягиваем. Так. Вот так. Сейчас мне перчатка. Так. как-то так. Все. Димин карабин спасен. Начало ледопада на перевал на Победе. Мы текаем потому что и количество снега и фронт летит. Не в этот раз. Ничего. Дождем. Так. Ну. Впервые жизни видим бутылку. Подходим по чуть-чуть к ней в вечернее время. Вот так вот оно все выглядит. сейчас вот как вот так. Восемь. Пока дойдем. Подождем там. Похолодает. Все схватит. И как побежим. Крошу. Ребята а что происходит сейчас вот давайте вот так на лентиметр смотрим. Ребята что происходит ну высокогорные бомжи идем на хан с базы вот решили подождать пока бутылка замерзнет поспать час так господа как вы думаете что происходит это лежбище у нас на высоте на секундочку 4 710 вот решили отдохнуть часик перед бутылкой пока ее за это заморозит и как бы вот так группа вот на подходе сегодня вышли из базы время 5 35 сейчас переключу лентиметр хан лагерь 3 так вот альтиметр 5700 ну наверное надо чуть откалибровать вот топаем с базы ну мы с базы в первые пришли поели потом на 4 700 подошли поспали продолжаем движение счастливый юра юра рады говорит еще еще выше выше так ну вот продолжаем наш путь вчера днем вышли из базы весь ночью начали подниматься вот мы уже в третьем сейчас вверх полезем начали работать вверх после провального выхода на победу спустившись в базу я предложил ребятам сходить на хантенгри одним проходом без промежуточных лагерей ночевок из базы прямо на вершину очень не хотелось уезжать без вершины так как все альпидисты не очень любят возвращаться без результата вот и план восхождения на хан из базы давно был в моем списке так же как я когда-то сходил первый раз до ленина из первого лагеря это было достаточно интересное спортивное мероприятие и давненько я подумал за хан по этому поводу оселью осель сразу поддержала эту идею юра несколько скептически посмотрел на меня но все-таки согласился мы дошли из базы до первого лагеря там поднялись на 4 700 полежав на одном коврике и спас одеяли чтобы дождаться когда замерзнут бутылка господа ну собственно лень взять спальник моя и лишний карематик вот вожу превращается решили отдохнуть до горы точно долезть этот переход с базы вверх большой ну и вот вот так вот мы а ну ребятки скажите что-нибудь как вам там уютно комфортно высокогородные элитные бомжики вот это дело погоды не дают нам даже вдохнуть как приходим начинается какая-то хрень что такое смотрите насиль выгребает наш спортивный план осуществить нам тоже не удалось потому что из-за лежания в пещерах и под открытым небом без спальников у юры поднялась температура и мы вынуждены были спускаться вниз скажи мне друг слишком много плавал или ген кашины облаков если вдруг походит ты устанешь тебе поможет светящий в небе круг давай разгон на бешеной планете тебе отсюда никуда не убежать введи свой вертикальный путь к несущейся комете пока еще ты можешь нам об этом рассказать на южном мыны чеки горы даю чеки сколько пробежали а сколько там еще на южном мыны чеки все пили гримы дети смотри в лицо в победе непокоренная едино все вернулись вернулись покой и все жидкий снег конец страдания вот это вот и получила пролетаем над телом летника холодом из иллюминатора подует смотри как много истории в камнях на южном мыны чеки смотри даю чеки сколько пора бежали и сколько нам еще на южном мыны чеки все пили гримы дети смотри в лицо в победе непокоренная едино в палатке ловит связь дядя дима отдыхает смотря на хан он вспомнит гималайские ветра и радио волна прям до вершины добивает прорезав звуком густые облака беги наверх пока еще ты молот пока горит внутри огонь побед останутся следы за самым небосводом и путь твой будет виден через много лет на южном мыны чеки горы даю чеки сколько пробежали и сколько нам еще на южном мыны чеки все пили гримы дети летим к своей победе не ломается крыло на южном мыны чеки горы даю чеки сколько пробежали а сколько там еще на южном мыны чеки все пили гримы дети смотри в лицо победе непокоренная едино безусловно это было особенное время особенное лето и мы обязательно вернемся на ины чек к этим замечательным вершинам и встретим наших добрых друзей эмоции которые мы увезли с собой пройдут через всю жизнь это замечательно ходите в горы любите горы и следуйте за мечтой вот она вот она вот тага так вот смотрите ведем репортаж это сам радмир сам радмир радмирович здравствуйте можете нам на рюкзаке расписаться пожалуйста это это хорошо здравствуйте 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 это у нас легендарный начинающий высотник понимаете в техническом классе уже скучно вот уже по 7 тысяч ником бегают где остальные где шайка шайка лейка саша уже а славу за контрабанду вот я знал что у него лицо подозрительное он вон дал говорят что ты там молодежь кривистан